Музыка проникала в самую душу, будоража каждую клеточку ее уставшего организма. Алине было неважно, как она выглядит, как она двигается. Ей было важным попасть в волну музыкальных нот и раствориться в них. У нее это получалось. Или почти получалось. Тело расслаблялось, освобождая через станец многолетнюю напряженность. Но сознание боролось, сознание напоминало. Девочки так себя не ведут. Кто тебя такую замуж возьмет? Веди себя прилично, тебя смотрят. Кто это говорит? Мама, бабушка или обе хором? Она сопротивлялась этим голосам как могла, а тело активно помогало. Танцпол для нее был пуст, хотя народу здесь, как всегда, по пятницам вечером было много. Даже очень. Но она их не видела, не слышала. Она слышала только музыку. Она чувствовала только свое тело. Оно еще молодое, оно еще живое. В этом танце Алина вновь почувствовала. Вдруг она ощутила чьи-то руки на своей талии. Уверенные, крепкие руки как будто поддерживали ее в танце, направляли. Она не стала их одергивать. Вроде ничего не выходит за рамки приличия. Хотя по меркам бабушки и мамы, она вышла за эти самые рамки, как только переступила порог ночного клуба, как только подумала пойти туда. Пошло все к черту. Алина закрыла глаза, чтобы полностью погрузиться в эти новые или давно забытые ощущения расслабления и кайфа. А руки держали. И ей это нравилось. А еще нравился его запах, который проникал в сознание мягкой волной. Не открывая глаз, она представила его. Молодой, не старше тридцати. Высокий, уверенный в себе мужчина. Он пришел сюда один. Пришел, потому что так же, как и она, решил послать все и всех к черту. Ей удалось почувствовать то желанное расслабление, когда ни о чем не беспокоишься и ни о чем не думаешь. А на утро был ад. И физически, и морально. Хотя можно сказать, что она уже привыкла к многолетнему аду в этой квартире. Но вчерашний ее протест с хлопанием двери и проведением полночи в клубе произошел с ней впервые. Все случилось после посещения новомодного тренинга, где группе несчастных, обделенных жизнью женщин, кураторы пытались разбудить их женскую силу в себе. Алине разбудили. Только не силу. Злость. Разбудили. Да такую, что, придя домой и услышав очередные нравоучения родных, просто хлопнула дверью. А выйдя на улицу, решила сделать что-то такое, чего никогда еще не делала. И вот она в клубе, куда хотела сходить еще в старших классах. Но бабушка только руками махала, уверяя ее, что туда только проститутки ходят. «Господи, дожила!» – услышала она ворчливый голос бабушки. «Внучка по клубам шастает ужас. Да уж лучше бы Ленечка меня с собой забрал, чем знать об этом сраме. Слышь, Лен, что говорю? Дожили, говорю. Мы с тобой до стыда и позора». Из кухни вышла мама. В бабушкином халате с косынкой на голове она выглядела старше своих лет. И вот сейчас две женщины одинакового возраста, как казалось Алине, смотрели на нее с укором. «Дочь, ты чего учудила? С ума что ли сошла? Под тридцатник уже. В клуб побежала. Не поздновато ли?» Мама никогда не перечила бабушке, а уж в этом вопросе точно поддержала бы ее, а не дочь. «Раньше вы мне не разрешали», – огрызнулась Алина и тут же пожалела об этом, так как на любое замечание родных она должна была отвечать извинениями за принесенный позор и заверениями, что больше так не будет. Бабушка выпучила глаза. «Вот смотри, Ленк, как твоя дочь заговорила, что не говори, а гены берут свое. Родила от этого, обалдуя безграмотного. Теперь вот хлебать будем во все ложки». Бабушка не любила отца Алины. Точнее, ей не нравился никто, кто приближался к ее обожаемой Леночке. Для своей умницы и красавицы, которая закончила школу с отличием, институт с отличием, музыкальную школу с отличием и даже курсы молодых художников с похвальной грамотой, она желала только достойных женихов. Таких же образованных, как Леночка, разносторонних и, обязательно, богатых. Но жизнь подкидывала все не тех. И всех не тех бабушка ловко отфутболивала, да так, чтобы и желания приближаться к ее сокровищу больше не возникало. Как удалось Дмитрию Григорьевичу, обычному слесарю местного ЖЭКа, очаровать прелестное дарование непонятно никому. Но от их нечаянного союза, который случайным образом пропустила бабушка, родилась Алина. Сам Дмитрий Григорьевич недолго наслаждался ролью отца. В скором времени и он был отфутболен, а Лену бабушка пристроила к замечательному, умному Льву Николаевичу, профессору, академику местного университета. И то, что профессору этому было уже 50 с лишним, никого не смутило. Зато Алина, как и хотела бабушка, росла в полной семье образованных людей. Правда, недолго. Всего 7 лет. А потом профессор умер от сердечного приступа. Бывает и такое. С тех пор Лена больше никогда не смела ослушаться мать. Алину растили в тех же условиях. Она не знала, что такое просто гулять. Она могла гулять, только рассматривая картины в очередной художественной выставке, в музее или на экскурсиях. Такие прогулки бабушка и мама считали самыми полезными, которые помогали ее развитию. У нее не было много друзей. Те, которые были, отбирали бабушка и мама. В приоритете оказывались дети из полных семей, у которых родители имели высшее образование и работали на приличных должностях. С Настей Алина дружила, что называется, втихаря. Узнай ее мама и бабушка, что Настю воспитывает одна мама, которая при этом подрабатывает уборщицей в школе. И с Настей, и с ее мамой ими же была бы проведена беседа о недопустимости такой дружбы. Поэтому Алина с самого детства вынуждена была учиться врать. И это у нее неплохо получалось. Во всяком случае, дружбу с Настей им удалось пронести через все школьные и институтские года. Они даже работать устроились в одну контору после получения дипломов юриста. И вот сейчас Алина лежит в своей кровати с жуткой головной болью и слышит норовоучения своих родственников. Их не смущает, что ей уже 26, что она уже давно работает и зарабатывает на себя сама. Для них она все еще маленькая девчонка, которой нужна опека и наставление. И она сдалась. Точнее, поддалась этому гадкому чувству стыда, который часто ставил ей под ножки, оставляя последнее слово за бабушкой. «Ладно, ба, извини», – устала сказала она. «Ты права, как всегда права. Я опозорила вас, но соседи меня точно не видели утром», – попыталась оправдаться девушка. «А уж в клубе точно никого из них не было. Так что никто из знакомых меня там не видел». Алина с опаской посмотрела на бабушку. Регина Петровна лишь махнула рукой и, выходя из комнаты, все же сказала свое последнее слово. «Что из тебя выйдет, Алинка? Даже не знаю». «Не в нашу ты породу!» «Не в нашу!» И она с упреком посмотрела в сторону. Алина точно знала, что этот испепеляющий взгляд достался ее тихоне матери. Алина не врала. Ей действительно было немного стыдно. Она не сразу вспомнила подробности вчерашней ночи, но если бы ее там, не дай бог, увидели бабушка или мама, то, скорее всего, с утра у ее кровати уже стоял бы священник, изгоняющий из ее срамного тела вселившегося дьявола. Мало того, что ее тело касался незнакомый мужчина, так она еще целовалась с ним. Как до этого дошло, Алина и сама не понимала. Но, видимо, те три коктейля, которые она впервые решила попробовать, объединившись в ее желудке, дали такую реакцию храбрости. Она так и не открыла глаза в том танце с незнакомцем, просто прижалась к нему покрепче, а поцелуй получился сам собой. Но Алине это понравилось. Вот так поцеловаться с незнакомым мужчиной, даже не видя его, это у нее впервые. Из-за этого поступка она себя корила. Но недолго раздался телефонный звонок. «Ну что, ты жива еще, или мне уже пора покупать траурное платье?» В трубку хихикала Настя. «Вместе выберем», тем жетоном ответила Алина. «А то выберешь черти что, попадешь под бабушкин нагоняй». Настя рассмеялась. «А если серьезно, как ты? Что твои сказали?» «Ой, чего только не сказали. Ты же моих знаешь, а у меня голова раскалывается просто жуть. Что в таких случаях делать, а?» «Лучшую подругу с собой брать, вот что». В голосе Насте слышалась обида. «А то звонит, когда уже напилась изрядно». «Прости, Настюш, прости. Я думала, ты с Димкой этот вечер захочешь провести. Не хотела вас беспокоить». «Не хотела она беспокоить, конечно», – фыркнула подруга. «Все равно ж побеспокоила, когда не смогла найти выход из клуба». Чувствовалось, что Настя ехидничает. «Не напоминай даже, ладно?» «Я с коктейлями просто перебрала, поэтому и перепутала туалет с выходом». «Ладно», – смеясь ответила Настя, – «проехали». «Сейчас-то тебе помощь нужна?» «Нужен совет. Болит голова, что делать?» «Ну, здесь все просто. Первонаперво комнату запри, чтобы тебя нравоучениями не долбили. Побольше жидкости пей и полный покой». «Без норовоучения, да еще и с покоем, это на грани фантастики в этой квартире. А вот вода есть, и я реально очень хочу пить. Спасибо, Настен, что забрала меня вчера. Я тебе вечером наберу, хорошо?» «Хорошо, лечись давай». Павел проснулся без будильника. Впрочем, как и всегда. Многолетняя привычка не подводила даже после практически бессонной ночи. Бутылка воды уже стояла на тумбочке, а еще на блюдечке лежали обезболивающие. Тетя Глаша всегда была предусмотрительной в мелочах. Мысленно поблагодарив свою домработницу, Павел запил таблетки водой. Тренировку решил отменить, сердце надо беречь. Не мальчишка, уже 35, уже возраст. Приготовленный костюм, выглаженная рубашка и начищенные туфли ждали возле шкафа. «Выдам тете Глаше премию в двойном размере», решил Павел. «Мне с ней очень повезло. Столько лет мне помогает в моей холостяцкой жизни». В бюро персонала ему посоветовал обратиться коллега, когда увидел несвежий воротник его рубашки. Павел был опрятным, следил за внешним видом, должность обязывала. Но иногда такие казусы случались. Пропускал из-за невнимательности, особенно когда торопился. Вот коллега и посоветовал нанять домработницу, раз пока жены нет. Домработница тоже сможет облегчить жизнь. Претенденток было трое, и только тетя Глаша покорила его с первого взгляда. Эта немолодая женщина с озорным веселым взглядом напомнила ему маму, а еще от нее так по-домашнему пахло свежими булочками. И вот уже пять лет они каждый день видятся с утра и вечером. Правда, в это утро он ее не застал, она прислала сообщение. «Приду вечером, выспитесь». Павел улыбнулся. «Все-то ты понимаешь, милая тетя Глаша». Подумал он и стал одеваться. Хоть и суббота, а работа на объекте требовала контроля. Коллеги его уважали защепительность и внимание к мелочам. Его профессия архитектора не прощала ошибок, поэтому каждый этап работы он проверял лично. Вот и в этот раз его перфекционизм не дал отоспаться даже в выходной, даже после бурной ночи в ночном клубе. Нужно было съездить на объект, проверить завершение очередного этапа работ. «О, Павел Анатольевич, здравствуйте!» – услышал он нежный мелодичный голос своей помощницы. «Здравствуй, Марина, а ты чего здесь делаешь?» «Так что, я же помощница ваша, где шеф, там я», – улыбнулась она своей очаровательной улыбкой. Ему не нравилось это слово «помощница». «Вот было бы как раньше, секретарша, и сразу все понятно. А то переименовали в помощниц, те и стали на себя много брать. Вот и это переигрывает. Ее не должно быть сегодня здесь, не было для нее никакой работы. Даже кофе не надо было приносить, потому как на объекте условий для этого не создано. Он действительно приехал поработать. А между тем Марина смотрела на шефа обаятельным взглядом хищницы. Да только зря старалась. Павел уже обжигался на такой вот охотнице за богатым мужичком. Сам не вляпаешься, не поверишь, что некоторые женщины, а может даже и все, идут на все ради улучшения своего благосостояния за счет богатенького. Даже спят не по любви. Его бывшая жена Лариса оказалась именно такой. Как он попался в ее умело расставленные сети, он не понял до сих пор. Но попался ловко. А потом еще три года ни о чем не подозревал, считая, что ему крупно повезло и в личной жизни, и в работе. Однако, улучшив свое материальное состояние, жена переключилась на папика побогаче. Она так и сказала ему, смеясь, «Я не намерена вечно быть рядом с обычным архитектором. Мне надо шагать по карьерной лестнице выше». И зашагала. А он остался здоровь в сердце. Тогда его спас только его безбашенный трудоголизм. Только в работе уходило щемящее чувство предательства. С тех пор он научился видеть в женщинах их настоящую суть. И она делала множество попыток вписать шефа в свой сюжет. Но пока безрезультатно. На работе ему отношения были не нужны. А когда были нужны, он обычно шел в ночной клуб, чтобы просто поразвлечься с очередной, кто клюнет на его толстый кошелек. И эти отношения заканчивались после первой же проведенной вместе ночи. Вчера он тоже пришел в клуб ради отношений на одну ночь. Он увидел ее сразу. Она была как яркая бабочка, мерцающая сквозь огни танцпола. Она должна быть его. И это не обсуждается. Все, крутившиеся рядом с ней, были грубо отодвинуты. Конфликта он не боялся. Он знал, что до этого просто не дойдет. И не доходило. Стоило ему только посмотреть в глаза сопернику. Его взгляда не выдерживал никто. Он приблизился к ней, нежно приобнул за талию, давая понять всем, что эта девушка с ним. Но она не была с ним. Даже не посмотрела на него. Она танцевала просто ради танца. И это он видел впервые. А когда с чем-то сталкиваешься впервые, не знаешь, как реагировать. Поэтому он просто подстроился под ее танец и попытался получить от него тот же кайф, что и она. Исчезла она как-то незаметно. Она ответила на его поцелуй, и он решил, что дальше все пойдет легко и просто. Он отлучился всего на минуту заказать им напитки, но этого времени хватило, чтобы девушка потерялась в толпе. Он искал ее, долго искал, но не нашел. Заменить ее выбор был большой. Представительницы прекрасного пола сами липли к нему, но настроения уже не было. Выпив несколько рюмок коньяка и еще немного потанцевав, чтобы снять раздражение, он вернулся домой, чтобы провести эту ночь одному. На объекте, да еще и в субботу, Марина следовала по пятам. Павел злился, что мама дала ему слишком хорошее воспитание по отношению к девушкам. Если бы не этот факт, Марина бы уже была направлена по адресу, куда отправляют всех надоедливых. Она была слишком навязчива и слишком доступна. Он был с похмелья и слишком раздражен. «Павел Анатольевич, я вам сегодня кофе не приносила», Марина игриво улыбалась, глядя прямо в глаза шефу. «Хочу исправить эту оплошность и пригласить в кофейню выпить по чашечке кофе». Присловок «кофе» в желудке заурчало. С одной стороны, идти в кафе вместе с Мариной было плохой идеей. С другой стороны, ему этот кофе сейчас был жизненно необходим. И он согласился. Но даже не дойдя до дверей кофейни, Павел пожалел об этом. Она щебетала без остановки, действуя на нервы. А он хотел только кофе и спать. «Павел Анатольевич, как вы думаете, у нас получится выиграть тендер?» Прежде чем ответить, Павел глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Марина умела хорошо варить кофе, умела вести телефонные разговоры, задабривая нетерпеливых клиентов. Но в рабочих делах она была не бум-бум, что говорится. Поэтому ее попытки вести деловой разговор с шефом вызывали только негодование. Но она, как будто не замечала ничего и не получив ответ на предыдущий вопрос, задавала следующий. Такой же нелепый и неподходящий для этого дня. «Марин, сегодня суббота», – как можно вежливее ответил он ей. «Я приехал сюда просто проверить сделанный этап работы. Тебе не надо было приезжать, у тебя законный выходной. Поэтому давай не будем сейчас о работе, мне не до этого сейчас». Было видно, что Марина обрадовалась, что можно сменить эту тему, которая ей давалась непросто, но замолкать при этом она не собиралась. «Павел Анатольевич, а вы не забыли, что у вас скоро отпуск. Куда полетите?» – прощебетала Марина. «Про отпуск помню, но почему именно полечу?» Глупости девушки он уже не удивлялся, но решил поддержать этот пустой разговор. «Ну, вряд ли же вы на Бали на машине поедете», – хихикнула девушка. «Почему именно Бали?» – девушка опять хихикнула. «Ну, все большие начальники летят отдыхать туда. Или на Мальдивы. Но я знаю, что на Мальдивах вы уже были в этом году, поэтому я и предположила, что это будет Бали. Все-то ты знаешь. Нет, Марин, в свой отпуск я не поеду ни на Бали, ни на Мальдивы. Я в деревню поеду». «В деревню?» – кукольное лицо девушки вдруг исказилось презрительной гримасой. «Да, в деревню. На родину моих предков. Знаешь, как там хорошо? Воздух, речка, рыбалка». От этих воспоминаний Павлу даже как-то полегчало и внутри стало тепло. Он улыбался. «А у меня вот тоже отпуск будет скоро. Практически с вами попадаем». Девушка как-то виновата улыбнулась. «И куда же ты поедешь?» «Не знаю даже», – огорченно вздохнула девушка и грустно посмотрела вдаль. Павел видел и знал, что Марина ведет игру, только подчиняться правилом он не собирался. По этим самым правилам надо было пригласить эту красивую куклу с идеальной фигурой отдохнуть вместе. Она намекала на это и взглядом, и позой, и надутыми губками. Но Павлу это было неинтересно. Допив кофе, он рассчитался с официанткой и неожиданно попрощался с Мариной, ссылаясь на срочные личные дела. Девушка не ожидала такого поворота, поэтому просто провожала шефа с открытым ртом, понимая, что вновь упустила возможность заорканить его себе. Когда машина шефа отъехала от кафе, Марина позвонила подруге. «Ларис, облом, чары не срабатывают, не знаю даже, как его на крючок подсадить». «Не переживай, просто тебе нужно чуть больше времени. Зря я его тогда так резко бортанула, надо было помягче с ним расстаться. Но я же рассказывала, у меня нефтяник наклевывался, а замужество это... Ой, как мешало». «Фартовая ты, Лариска, то солидный архитектор с тугим кошельком, то нефтяник». Марина услышала истеричный смех. «Ага, фартовая, скажешь тоже. Знаешь, сколько сил нужно, чтобы поддерживать в себе марку люкс? Фитнеса эти чертовы, диеты, косметологи. Ну да, с такими мужиками надо выглядеть соответствующе». «Но у тебя сейчас шансов больше, чем у меня», – продолжала Лариса. «Ты моложе, а молодость – весомый аргумент. Это на меня сейчас клюют только те, кому за 60, а тебе все дороги открыты, так что не унывай. А если нужен будет совет или поддержка, звони». С Ларисой они познакомились на круизном лайнере. Сама Лариса там отдыхала со своим очередным богатеньким кавалером, а Марина только искала себе подходящую кандидатуру. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Сдружились они быстро. Общих тем было множество. Лариса учила свою молодую подругу навыкам соблазнения, давала в этом деле полезные советы и даже к бывшему мужу ее устроила, используя для этого сохранившиеся связи их когда-то общих друзей. Естественно, делала это Лариса не бесплатно. По окончанию охоты Марина должна будет отстегнуть подруге процент за оказанные услуги. Но охота шла вяло. Рыбка клевать не хотела. И Марина расстраивалась, что время идет, а толку нет. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» – продолжала Лариса. «Ты делаешь ставку на себя. Думаешь, раз выглядишь как с обложки журнала, то все карты у тебя уже на руках». «Ну да, разве не так?» – удивилась Марина. «Мужикам-то только и надо, чтобы была фигура и мордашка без морщин. А, ну, еще малая доля туповатости. У меня с этим отлично все получается». «Ну, значит, я правильно предположила, где ты косячишь. Забудь про себя от слова совсем. Знай его слабости и потребности, и все получится», – продолжала учить девушку подруга. «Я тебе уже говорила, что Павел трудоголик. Вот на этом и стоит строить свою игру. Понятно?» «Нет», – искренне ответила девушка, чем вызвала глубокий раздраженный вздох в своей собеседнице. «Все очень просто, Марин. Раз он трудоголик, значит, он ценит отдых и спокойствие. Я тебе, кстати, об этом говорила уже. Он не любит говорить о работе вне ее. У него не надо спрашивать, как дела на работе. Он сам все расскажет, если захочет. Ему надо покой, отдых и расслабление». Марина вдруг поняла, почему шеф так поспешно покинул ее в кафе. Она ведь как раз пыталась разговориться с ним на тему работы. Значит, вот ее ошибка. А Лариса между тем продолжала. «Либо, может быть, и наоборот. Он будет искать в спутнице поддержку. Ту, которая полностью понимает его самого. Его ход мыслей, его ведение бизнеса и будет поддерживать, давая подходящие советы. Но для этого ты в этом бизнесе должна быть полностью подкована. Теперь поняла?» «Да, вроде понятно. Только какой вариант все-таки лучше?» «А это уже смотри по себе. Что у тебя будет получаться от души и естественно. Наигранность такие люди считывают моментально». Поговорив с подругой, Марина встрепенулась и поверила, что все у нее получится. Надо только правильно вести себя, как советует опытная подруга. Весь оставшийся день Павел проспал. Проснулся лишь ближе к вечеру, когда услышал мягкие шаги тети Глаши на кухне. Он открыл глаза и тут же учил запах его любимых оладушек. Он тут же встал, предвкушая вкусное чаепитие с малиновым вареньем. «Ой, Павел Анатольевич, разбудила вас, да?» – запричитала тетя Глаша, увидев его входящим на кухню. «Простите меня, старую. Решила вас порадовать к вечеру. Оладушки пеку гримлю тут, наверное». «Ну что вы, тетя Глаша, не извиняйтесь. Время уже шесть вечера спать хватит. Да и под этот запах оладушек спать-то и не хочется. Будем пить чай, да?» «Конечно будем. Свежий чай с мятой уже заварен. Спасибо вам, тетя Глаш. Не знаю, как бы я жил без вас. Вы мне как мать». Тетя Глаша смущенно улыбалась. «Жениться вам надо бы, Павел Анатольевич. Молодой, красивый, умный. И куда только девки смотрят. Вот была бы я помоложе. И они оба рассмеялись. Да девок-то полно, тетя Глаш. Да только не то все. Не те. Не знаю даже, как объяснить. Да понимаю я, Павел Анатольевич. Сама ведь совсем недавно молодая была. Знаю, что такое любить. Любить по-настоящему. А как это по-настоящему, а? Есть ли она настоящая? Вот вы, я знаю, с мужем почти пятьдесят лет вместе прожили. А у меня в голове не укладывается, как так можно, чтобы всю жизнь навсегда? Тетя Глаша улыбалась. Думаете, легко прожили? Ой, да чего только не было. И ругались, и расходились даже ненадолго. Где-то слышала, что сейчас говорят, что раньше старое чинили, а не выбрасывали. Согласна, так и было. И с вещами и с отношениями. Сходились если, то на всю жизнь. Редко кто разрывал тогда браки. Это прям было, если уж что-то очень серьезное. В основном учились подстраиваться, переделывая и свой характер тоже. А характер у меня тогда был не да и боже, как только Сеня мой меня выдерживал. И тетя Глаша рассмеялась. Но потом продолжила. Отношения, Павел Анатольевич, это не так, чтобы на одну ночь. И она с укором посмотрела на него. Тот смутился. Отношения – это намного больше, глубже и больнее. Почему больнее, удивился Павел? Ведь если любовь настоящая, то эта радость должна быть и блаженство разве не так? Так, подтвердила тетя Глаша. Первое время так. А потом, когда уже быт, вместе ведете, да дети рождаются, вот там боль и начинается. Нужно учиться подстраиваться под слабости другого. Понимать нужно, кожей чувствовать то, что чувствует другой. А это сложно. Эго мешает. Нам кажется, что сами-то мы идеальные, а вот партнеру надо меняться. На самом деле это все приведет к разрыву. Как все сложно, ответил на это Павел, дожевывая оладушек. Лучше и не жениться совсем, не искать этих самых настоящих отношений. Тетя Глаша опять рассмеялась. Не сможете вы так, не получится. Человек на каком-то внутреннем уровне ищет эту самую настоящую любовь. Страшно умереть даже, не испытав такого хотя бы раз. Поэтому совет хочу вам дать, Павел Анатольевич. Так сказать, совет от старого поколения молодому. Вы только не обижайтесь, ладно? Павел утвердительно кивнул, и тетя Глаша продолжила. Не растращивайте вы свою энергию на... Тетя Глаша запнулась. На однодневок этих. Сердце за вас болит, как все свое мужское распыляете. Нельзя так. Плохо это очень. Все труднее и труднее будет разглядеть именно свою, когда у вас каждую неделю новое лицо. Тетя Глаша немного стыдливо опустила глаза. Вы уж извините меня, что лезу с такими советами. Павел погладил женщину по плечу. Я, наоборот, благодарен вам за совет и поддержку. Были бы мои родители живы, они, наверное, сказали бы то же самое. Так что я говорю вам спасибо и обязательно прислушаюсь. Самому уже честно, тошно от такой жизни. После неудачного брака чувствую, что как будто в пропасть лечу. Все наладится, Павел Анатольевич. Главное ведь верить. А я буду молиться за вас. Павел еще раз поблагодарил женщину и решил после такой плотной трапезы прогуляться и подышать свежим воздухом. Он наворачивал уже третий круг по ближайшему скверу и все думал о словах своей домработницы. Не растрачивайте свою энергию, вертелось в его голове. А ведь она права, думал про себя Павел. Каждая следующая девушка была красивее предыдущей, а он почему-то, проснувшись с очередной представительницей прекрасного пола в своей кровати, чувствовал только злость, хотя желал удовлетворения. Поэтому в следующую субботу вновь шел искать это удовлетворение. Физически он его, конечно, получал, но с утра опять была злость. Да уж, метаморфозы этой странной жизни. Раздумывая над этим всем, он вновь оказался у дверей клуба. Было еще рано. Народу было мало, но музыка манила внутрь. И он вошел туда. Сел в самый угол зала так, чтобы его было практически не видно и заказал себе колу. Он вновь хотел встретить ту, которая вчера так нелепо ускользнула от него. Постепенно зал стал наполняться. Павел все так же сидел на своем месте, разглядывая пришедших. Девушки были с подругами, парни с друзьями. Все они пришли сюда, чтобы найти хотя бы временное, но удовольствие. И скорее всего, как и он, наутро они чувствуют злость. И если подумать над словами тети Глаши, происходит так, потому что берем чужое. И чем чаще берем чужое, тем дальше отодвигается то наше, настоящее. Прошло уже почти пять часов, пока он сидел тут. Выпито три бокала колы. Алкоголя не хотелось. После разговора с домработницей хотелось трезво размышлять и наблюдать за окружающими и их поведением. Раза три к нему подсаживались девушки с желанием скрасить его одиночество. Но он отшивал их всех заверением, что ждет здесь свою невесту. От своего вранья ему даже теплее на душе становилось. Наверное, это классно сидеть и ждать свою невесту. Он бы ждал хоть целую вечность. Весь вечер он пытался отыскать ту, которая нелепо ускользнула от него вчера. Зачем он ее искал и сам не смог бы ответить на этот вопрос? Скорее всего, потому что выбранный трофей ускользнул из его рук. А мужчины этого не любят. Мужчины торопятся исправить эту досадную оплошность. Он тоже хотел исправить, поэтому и сканировал время от времени толпу на танцполе. А когда ему это надоело, он рассчитался с официанткой, не пожадничав хорошие чаевые, и вышел из клуба. «Ну давай, рассказывай подробнее, что у тебя там произошло?» – первое, что спросила Настя, усаживаясь напротив подруги в их любимом кафе. «Да дурость произошла», – раздраженно ответила Алина. Наслушалась этих коучей по трансформации женской жизни. И вот, пожалуйста, гнев бабушки мне обеспечен как минимум недели на две. Трансформация в деле, что называется. Мама тоже от нее не отстанет с привычными нравоучениями о жизни хорошей девочки. «А ты хорошая девочка?» – Настя улыбнулась. Алина вздохнула. «Была хорошей, пока не поперлась в этот клуб. Мало того, что танцевала с первым попавшимся, да еще и поцеловалась с ним, представляешь?» «Да-да, помню, ты вчера в машине пыталась рассказать о столь масштабном событии в твоей жизни». Настя продолжала улыбаться. «Насть, ну чего ты смеешься?» – обиделась Алина. «Да, для меня масштабное, представь себе». «Не обижайся, Алин. Но хотела бы напомнить, что тебе уже 26, а у тебя до сих пор не было еще нормальных отношений. Не считая Володи, конечно». «Ой, не напоминай!» – махнула рукой девушка. «Этого Володю мне до сих пор вспоминают и говорят, какая я дура упустила такого жениха!» Девушки прыснули от смеха. «Да уж, Володя в старших классах прямо от тебя не отходил», – продолжала Настя, смеясь. «Конечно, не отходил. Его же бабушка учила, как действовать. Его учила, меня учила. Господи, как вспомнит этот одиннадцатый класс, а особенно выпускной, аж дурно становится». «Да уж, после выпускного твои мечтали тебя замуж за Володю отдать». Бабушка гордилась прямо, пока вы танцевали вместе. Девушки опять засмеялись. «О да, помню эти обрабатывания моих по поводу стать невестой этого Володеньки. Ну, Настя, помнишь ведь, да? Я 175 сантиметров, а он 158. Я худая, он колобок. Во пара-то! И смех, и грех, блин!» Зато родители – заслуженные литераторы, а сынок уже в десятом классе стал лауреатом первой степени. «Господи, да фиг бы с ними, с этими регалиями. У моих, если нет чего-то выдающегося в биографии, уже бомж, зря проживающий на этой земле. А я сама выбрать хочу, влюбиться хочу по-настоящему, понимаешь? Чтобы в человека, а не в заслуги. Вот как у тебя с Димкой». И Алина тяжело вздохнула. «Значит, тебе придется идти против своих, и это будет тяжело». «Еще как тяжело. Помнишь ведь, как я от них уйти хотела, жилье снять и отдельно жить? Помнишь, какой они концерт мне устроили со скорой смертью бабушки? Мол, умирает, побудь последние деньки рядом, а в итоге, когда я сдалась, все вернулось на круги своя?» «Да уж. Но знаешь, понять их тоже можно. Они же лучшего тебе хотят. Просто стараются устроить это лучшее своими способами, которые кажутся для них самыми правильными. «Насть, но ведь что одному лекарство, другому смерть? А они этого не понимают». «Я, наверное, замуж никогда не выйду». Алина вновь вздохнула. «Да, твоим угодить будет сложно. Ну ладно, не расстраивайся, а вось прорвемся. Ты мне лучше расскажи внятно теперь, что с тем парнем из клуба». «Да ничего особенного. Я даже не разглядела его толком. Танцевали, потом сама не знаю, как этот поцелуй получился. Я когда глаза открыла, он с такой надменной улыбкой от меня отходил, будто поймал еще одну пташечку. Вот пока он к бару пробирался, я и ретировалась. Выбежала в какую-то дверь, думала на улицу, а это туалет». Алина смеялась. Вот и вся история. «Может, зря рано так убежала? Может, он не так и плохо был? Познакомились бы. Да ну эти знакомства в клубе. Туда ходят только найти себе кого-нибудь на ночь. Этот, скорее всего, таксист какой-нибудь, ну или водитель чей-то. Костюмчик дорогой был. Видимо, решил прийти в клуб по быстренькому развлечению себе найти. Нет, я так не хочу. Как говорится, уж лучше быть одной, чем вместе с кем попало». «Павел Анатольевич, ваш кофе». Марина ласково улыбнулась, взглянув на шефа. «А это что? Что за бонус кофе?» – удивился Павел. «А, это булочки. Я сама сегодня пекла с утра. Свежие, вкусные получились. Вы попробуйте». Павел с интересом взглянул на Марину. Она изменилась за выходные. Платье ниже колен, закрытое декольте. Макияж еле заметен. Странно. «У вас сегодня в 13.00 встреча? А еще звонили поставщики строительных материалов. Напоминали о сроках отгрузки. Сегодня отгружают, а вечером ждут оплаты. А это пока все». С этими словами девушка развернулась и вышла. «Странно», – подумал Павел. «Ни заигрывающего взгляда, ни соблазнительной улыбки. Какую игру ты теперь затеяла, девочка? Ладно, понаблюдаю за тобой». Рабочие дни проходили в своем авральном режиме. Аврал заключался в щепетильности Павла. Не мог он делать все абы как. Даже если это не столь важная деталь. Любая зависящая от него работа должна была быть сделана на пятерку. Это его качество ненавидели многие коллеги, но благодаря этому качеству его уважали в городе. Он рос как профессионал, а у людей была работа с хорошей оплатой. Друзей у него не было. Так и не обзавелся ими за свои 35 лет прожитой жизни. Нет, конечно, в начале пути они были, со школы, с института. Но когда он стал получать больше своих друзей, а потом и очень много, те просто отвалились сами собой. Он даже к психологу ходил по этому поводу. Считал, что не иметь друзей – это для развития личности плохо. Но психолог его успокоил, сказав, что это очень даже нормально. Когда между друзьями образуется финансовая пропасть, они становятся бывшими. Либо вы с друзьями вместе карабкаетесь к лучшей жизни, либо лучше это делать одному, так как отстающие будут тянуть вас назад. И в этом она была права. Он не раз в начале своего карьерного пути терял хорошие заказы, потому как не мог отказать друзьям в очередной встрече, а наутро просто не приходил на назначенную встречу из-за головной боли. А когда стал отказывать друзьям, то те сначала просто обижались, а потом сказали, что он – зазнавшийся жлоб, которому бабки важнее старых товарищей. А ему не столько бабки нужны были, сколько стать кем-то хотелось. Хотелось реальную помощь людям приносить. Хотел, чтобы здания, которые он проектирует, не просто нравились, а были по-настоящему удобны и надежны в эксплуатации. Поэтому щепетильность в его профессии вовсе не минус, как считали многие. Марина заходила еще три раза, приносила кофе, напоминала о встречах. Вела себя скромно, чему Павел вновь удивился. Может, наконец поняла, что ее заигрывания бесполезны? Подумал Павел, глядя, как она убирает пустую чашку с его стола. Хорошо, если это так. Девочка хорошенькая, симпатичная. Ей бы встретить своего, как тетя Глаша говорит. Тогда и счастье будет. Подходила к концу очередная рабочая неделя. Скоро отпуск. Он не шутил, когда в кафе сказал Марине, что поедет в деревню. У него действительно была его родная деревня и даже дом, доставшийся ему, как единственному внуку, от бабушки с дедушкой. Мама не стала вступать в наследство, так как не любила эту деревенскую жизнь. Как она говорила, сыта ею с детства была. Ей хотелось уюта, комфорта в своем быту. Хотя стиральную, сушильную и посудомоечную машины можно было и в дом тот поставить, но она не хотела покидать свою обустроенную годами квартиру, где все уже было обставлено так, как ей нравилось. Поэтому дом они оставили в единоличное владение Павлу. А сами туда наведывались лишь пару раз в год. Когда нужно было съездить, навести порядок на могилках родных. Вот туда-то и поехал Павел в свой отпуск. Намеревался пробыть там все две недели. Насладиться тишиной, погрузиться в красоты природы и просто отдохнуть от человеческой суеты. Отпустил он в отпуск и тетю Глашу. Собрал немного вещей, взял удочки и купил билет на поезд. Сначала было хотел ехать на своей машине, как и всегда, но ностальгия. Он так хотел вновь хоть немного очутиться в своем беззаботном детстве, вспомнить те времена, когда есть папа и мама. Когда лето и школьные каникулы, и его везут на поезде на все лето в деревню к бабушке с дедушкой. Все молоды, живы и здоровы. А впереди целая жизнь. Он так хотел под умиротворенный стук колес вновь вспомнить это. И хотя бы в своих воспоминаниях прожить эти счастливые моменты. Он не пожалел, что поехал именно поездом. Чтобы ему никто не мешал, он выкупил себе купе полностью. И тоже был доволен этим решением. Потому как не хотел, чтобы посторонние видели его слезы. А он плакал. Много плакал, пока ехал. Он скучал по родным. Вроде бы здоровый мужик, богатый, с хорошей профессией и приличной заработной платой. Внешне есть все, а в душе – пустота. И не каждый поймет это. Дом был чист и готов к приезду хозяина. Об этом Павел также позаботился заранее. За домом следили нанятые люди, соседи, которые с удовольствием ухаживали за ним за определенную плату. И дому хорошо, за ним пригляд есть, и соседям лишняя копеечка. Открыв холодильник, Павел был приятно удивлен, что и еда в нем тоже была аккуратно сложена. На несколько дней точно хватит. Разложив вещи, он услышал стук в окошко. У дома стояла улыбающаяся тетя Нина, та самая соседка, которая следила за домом. Павел жестом пригласил гостю войти. Павел, здравствуй, родной. Они тепло поприветствовали друг друга. Молодец, что приехал. Грибов нынче уйма просто, а рыба сама в сеть идет. Так мой Толик говорит. Он на работе сейчас, вечером сказал, зайдет поприветствовать тебя. А чтобы приветствие ваше не проходило на голодный желудок, я вот вам заранее закусочки принесла. И тетя Нина раскрыла свою корзинку. А там и сало, и огурцы малосольные, и помидорки, и буженина собственного приготовления. От ароматов заурчало в желудке. Родная вы моя, улыбаясь, сказал Павел. Боюсь, до вечернего приветствия эти яства не доживут. Так соскучился я по-натуральному, что прямо сейчас и пообедаю этим разносолом. Какие же вы с дядей Толей люди замечательные, спасибо вам огромное. Угодили так угодили городскому товарищу. Тетя Нина смущенно улыбалась, довольная похвалой. Ешь, Паш, конечно. Кушай досыта, я еще принесу. Вот еще яичек тебе свежих в холодильник положу. Сегодня утром только собрала. Откормим тебя здесь, даже не сомневайся. В холодильнике вот в кастрюльке борщ сварила, как ты любишь. Так что давай, ешь, отдыхай с дороги, а вечером увидимся, поболтаем. Молодец, что приехал. Она обняла Павла и ушла. Борщ с салом да деревенским хлебом это было нечто космическое. Ни одно блюдо даже самого дорогого ресторана в городе не сравнится с этой тарелкой борща в прикуску с салом. Павел чмокал от удовольствия, как в детстве. Здесь не надо было соблюдать нормы этикета. Здесь можно было быть самим собой. Здесь можно было обнажить душу, не боясь, что ее загадят. Он обнажил свою душу дяде Толе вечером, когда они под домашний самогон делились новостями своей жизни. Ты, Пашка, не хандри, строго сказал дядя Толя, наливая очередную чарку. Родители твои, Данюра с Сашей, могут гордиться тобой. Отличный ты мужик. Человечный. Это качество сейчас редкость. Я уж, честно сказать, боялся, что как деньги у тебя стали появляться, знаешься ты, перестанешь общаться с нами, с простыми людьми. Ан нет. Ошибся, слава богу. Не только знаться с нами продолжаешь, да еще и помогаешь нам. Знаю ведь, что в Новый год заплатил нам побольше не в качестве новогодней премии, а потому что узнал, что крыша у нас прохудилась. Так ведь? Не прячь глаза, знаю, что так. Василий проговорился, что звонил тебе, сказал про беду нашу. Ведь если б не ты, Пашка, не знаешь, что б мы делали. Дети наши, сам знаешь, живут не очень богато, сами еле концы с концами сводят. А крышу менять больших денег стоит. Так что, благодарю от души тебя, Павел. А хандру твою мы вмиг вылечим. Вот только сегодня попьем самогоночки вдоволь и вылечим. Завтра с утречка в баньку похмелье лечить, а к вечеру на рыбалочку поедем с палатками. Ну как, такая программа развлечений не хуже городской будет, а? Дядя Толя весело подмигнул, поднимая рюмку. Такая программа в сто крат лучше городской, дядь Толь, чокаясь, ответил Павел, счастливо улыбаясь, представляя, в каком же кайфе пройдет его отпуск. Кайф прервала невесть, откуда взявшаяся Марина, в начале второй недели его беззаботного отдыха. С утра Павел вышел умыться колодезной водой и увидел знакомую фигуру на каблуках, которая шла прямо к его дому. «Здравствуйте, Павел Анатольевич!» Марина улыбалась шефу своей профессиональной улыбкой. «Не понял? Ты как здесь? Зачем?» – удивился Павел. «Ой, долгая история, Павел Анатольевич. Я по работе, дело срочное, дозвониться до вас никак не могла», – щебетала помощница. То, что не смогла дозвониться, Марина, конечно, соврала, и Павел это прекрасно знал, так как сеть ловила даже в глубине леса, куда они ездили на озеро. Для звонков проблем особых не было. «А что там с работой случилось?» – продолжал удивляться Павел. «Все важные дела были сделаны, объект в работе. Что случилось?» «Да документы подписать надо. Заказчик какие-то нестыковки нашел. Я привезла все с собой здесь». Она похлопала по своей сумке. «Только скажите, где здесь можно перекусить? Есть с дороги сильно хочется. Где ближайшее кафе?» Павел усмехнулся. «Нет здесь кафе, Марин. Совсем нет. Деревня эта маленькая. В райцентре только магазин да клуб. Заходи накормлю, заодно расскажешь все». «Давно так вкусно не ела», – продолжила она разговор за столом, подхватывая печеную картошку с противня. «Да, еда здесь отменная», – подтвердил Павел. «А в таких местностях говорят. Наливку хорошую делают. Я бы выпила чуток с дороги». Павел с интересом посмотрел на девушку. «Наливки нет у меня, а вот самогоночкой могу угостить. Осилишь?» – предложил Павел. «Надо попробовать». «Подожди», – тут же спохватился Павел. «А обратно ты как? Когда?» «Ну, я планировала здесь в гостинице остановиться. Но раз нет даже кафе, то гостиницы и подавно, да? Так-то я завтра с утра планировала уехать». «Гостиницы нет», – подтвердил Павел. «Могу тебя устроить у соседей своих. Хорошие люди. У них как раз есть комната свободная». Павел заметил, что девушка помрачнела. «Так у вас же дом большой», – девушка оглянулась по сторонам. «Неужели не будет места где-нибудь лечь мне?» Павел вновь вздохнул, чуя, что девушка вновь затеяла свою игру. «Хорошо», – в итоге согласился он. «Ляжешь вон в той комнате». Он показал рукой в конец коридора. «А завтра?» «Попрошу кого-нибудь довезти тебя до вокзала. Я сюда сам на поезде приехал, так что без колес». Девушка, улыбаясь, подставила рюмку, когда Павел начал разливать самогонку. «Ну рассказывай, что там с документами?» Павел боялся, что девушка захмелеет, и он так ничего и не выяснит. «Да подпись там некорректная», – как сказали поставщики. «Что за бред?» «На всех договорах одинаковая подпись. Специально же штамп такой заказывали». Павел злился. «Вот в этом-то и загвоздка. Им нужна живая подпись», – спокойно ответила Марина. «Да не переживайте вы так. Документы я привезла, даже ручку вашу прихватила. Поставите подпись, да и все». «А потерпеть что, нельзя им было, что ли? Что за срочность?» «Они бы потерпели, да нам это невыгодно. Пока не будет корректного договора, они притормозят отгрузку материала, а нам это грозит срывами в сроках». Тон девушки был абсолютно спокоен. Марина была права, дело пустяковое. Павел и сам не понимал, почему появилась эта злость и раздражение. Скорее всего, это из-за того, что отпуск работой прервали. Или из-за того, что Марина приехала. Но скорее всего, и из-за того, и из-за другого», – подумал Павел, наливая им по очередной рюмке. Обратно в город Павел ехал нагруженный четырьмя сумками. Дядя Толя с женой нагрузили ему в дорогу и своих овощей, и ягод, и сало. Положили все, чтобы у Павла была возможность какое-то время питаться натуральным, деревенским. Он не стал выкупать купе полностью. В этот раз ему, наоборот, хотелось быть среди людей. Он был доволен своим отдыхом. Как говорят в таких случаях психологи, был наполнен энергетически до краев. И этой энергией хотелось делиться. И делиться было с кем. Попутчики попались душевные и разговорчивые. Вместе с ним ехали муж с женой примерно его возраста и девушка чуть младше. Всю дорогу они разговаривали, вместе ели, примастившись возле маленького столика купе. Играли в карты. Павел угощал всех деревенскими разносолами, попутно рассказывая, какие в деревнях классные люди живут. Как оказалось, и выходить им всем надо было в одном городе. Компания была настолько душевная, что все даже обменялись телефонами. Мало ли что. У Павла привычка была в любых ситуациях обзаводиться полезными связями. А эти связи обещали быть полезными. Муж с женой оказались мастерами по отделке квартир, работающими в паре, а девушка юрист. Отличные связи, улыбался Павел, занося контакты в записную книжку телефона. Для них он также без обмана представился, озвучив свою профессию. Архитектор. И именем Павел. Алин, через час уже подъеду. Получается встретить меня? Настя набрала подругу, подъезжая к станции. Да, конечно, встречу. Не тормоши Димку своего, пусть работает. Мы пока в кафе посидим, поболтаем. Расскажешь, что нового на семинаре было. В этот раз на семинар послали Настю. Это было ежегодной обязанностью для всех сотрудников их фирмы. Кто-то ездил в начале года, кто-то в конце, если в законодательстве. Происходили или намечались какие-либо изменения. Алина ждала его на платформе. Из вагона вышли четверо. Они обнялись, как старые друзья и стали расходиться. Настя, увидев подругу, весело замахала и, что-то прокричав попутчиком, подбежала к девушке. Мимо них прошел мужчина. И, обратившись к Насте, сказал, что рад был знакомству. А потом перевел взгляд на Алину и изменился в лице. Но, быстро взяв себя в руки, улыбнулся и удалился. «Что это за бородатый мужик?» спросила подругу Алина. «Попутчик, такой классный, смешной. Столько историй нам рассказывал. Из деревни ехал». «Оно и видно, что деревенский». Алина провожала мужчину в камуфляжной форме с удочками наперевес. «Да не, он реально классный. Обратная поездка только благодаря ему была интересной». На этом разговоры про попутчиков поезда закончились. И они направились на поиски более-менее приличного кафе. Он ее узнал не сразу. Но в клубе он успел ее рассмотреть. Это точно была она. А она его, видимо, нет. Да это и не удивительно. За две недели отпуска он ни разу не брился. Да и вместо делового костюма, костюм рыбака. Павел улыбался своим мыслям. Он до сих пор не понимал, почему привязался к этой девчонке. Но ведь не случайно они опять встретились. Павел усмехнулся. «А попутчица моя, получается, подруга этой незнакомки?» «Очень хорошо. Просто отлично», думал Павел, усаживаясь в такси. Его отличное настроение от прошедшего отдыха улетучилось в первый же рабочий день. Марина была в отпуске. Кофе он варил сам. В 10 должно было быть совещание. Но лица у всех присутствующих были такими, как будто все одновременно пришли с поминок. «Рассказывайте, что тут случилось?» Он обратился ко всем, но смотрел на своего зама. «Мы влетаем на большие штрафы, Павел Анатольевич. За срыв сроков, понуро ответил мужчина. Такое в практике Павла было впервые. Почему? Причина? Кто виноват?» Павел озвучивал вопросы так, чтобы ответы были сразу по существу без лишней воды. Договор был представлен с грубыми ошибками и не соответствовал обговариваемым срокам и суммам. «Виноваты, получается, вы». Последнюю фразу зам произнес очень тихо. «Что с договором?» вновь уточнил Павел. «Он был неверно составлен. Обговаривали одно, а в договоре другое». Так объяснил поставщик. «В нем стоит ваша подпись. Товар нам не привезли, мы не смогли предоставить материал для следующего этапа работ. Сроки почти сорваны». Девушка слева от него, работающая менеджером по закупкам, пододвинула к нему договор и взяла слово. «Я не знаю, как это объяснить, Павел Анатольевич. Мы вместе с вами составляли этот договор. Но он совсем другой здесь». Павел попросил всех быть свободными до его следующих распоряжений. Он остался один, разглядывая договор и понимая, что это тот самый договор, который привезла ему Марина. А он его даже не прочитал толком. Просто поставил подпись, поверив объяснениям своей помощницы. Чтоб ее. Он с силой ударил по столу. Подставила, получается. Женская подлая месть из-за того, что не поддался на ее уловки. Ночью она несколько раз пыталась зайти в его комнату. Поговорить, видите ли, ей хотелось. И он ее отшил. Грубо отшил. Вот и мстит, получается. Зараза. Он набрал ее номер, но абонент был вне зоны действия сети. Ладно, с ней он разберется потом, а ситуацию надо исправлять сейчас. Он вновь вызвал менеджера. Они переделали договор и отправили поставщику. Товар был отгружен и доставлен лишь с небольшим опозданием. Штраф был. Но не такой масштабный, как прогнозировалось по договору. Вроде все обошлось. Но Павел злился. Очень злился. Он был на взводе, когда пришло сообщение, что абонент в сети, и тут же набрал ее. Его разговор с ней состоял всего из одного предложения. «Ты уволена», – сказал он жестко и четко и повесил трубку. Уже на следующий день Марина была в офисе, кружась возле шефа в извинениях. Но Павел никогда не бросает своих слов на ветер. Это знали все. Марину жалели, но повлиять на решение шефа не решился никто. Марина хлопнула дверью. Он хотел попросить принести ему кофе на прощание, но счел, что это будет чересчур жестоко для нее. И пошел варить себе кофе сам. Войдя в приемную, он услышал разговор Марины с кем-то по телефону. Она стояла у окна к нему спиной и громко всхлипывала. «Я просто перепутала, Ларис. Просто перепутала и все. Я хотела найти предлог, чтобы приехать туда к нему. Думала, выпьем, он расслабится и все получится. Я просто не тот договор распечатала. Еще и отправила его поставщикам, чтобы он не догадался». Ей в трубку что-то отвечали. «Да твои советы, Ларис, фигня полная. Я уж сомневаюсь, что это ты от него ушла. Скорее всего, он тебя и бросил». Она вскрикнула, когда Павел подошел слишком близко. Павел спокойно взял у девушки телефон и прислушался, кто и что там говорит. А потом произнес. «Лариса, это Павел. Не знаю, зачем тебе эти игры, но оставь девчонку в покое. Она и без твоих мерзких советов найдет варианты, как ей жить. Поняла?» Нажав на отбой, он посмотрел в глаза Марине. «Послушай, ну ты ведь нормальная девчонка. Милая, хорошая даже. Красивая. Ну зачем тебе все это, а? Хочешь с этой пример взять? Думаешь, она счастлива? Нет, Марин, она несчастлива. И вряд ли уже узнает, как это просто быть счастливой. И тебя в капкан своих страданий тянет. Потом вместе хлюпать друг другу в трубку будете. Оно тебе надо?» Девушка продолжала всхлипывать. «Простите меня, Павел Анатольевич, простите». «Прощаю», успокоившись, ответил ей Павел. «Но вместе работать мы уже не сможем. Ты сейчас забираешь свои вещи и едешь домой обдумывать все произошедшее. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы. А если тебе нужна будет работа, звони. Я подыщу тебе хорошее место, если пообещаешь, что подобное больше никогда не вытворишь». Девушка кивала, вытирая слезы, складывая свои личные вещи в пакет. «Замуж когда уже выйдешь?» Бабушка завела свою очередную пластинку за совместным ужином. «Не надоело в девках ходить?» «Выйду, когда встречу образованного и богатого. Пока таких в своем поле виденья не наблюдаю», ответила Алина раздраженно. «На работе, что ли, никого нет? Вроде работаешь, что в приличной фирме?» «Нет, бабуль. На работе все женатые. Или может мне с женатым замутить, а вось разведется, а?» «Да боже упаси, Алин, и откуда эти словечки замутить?» В клубе своем нахваталось. «В клуб ходят обычные люди, бабуль. Обычные парни и девушки, которые просто хотят потанцевать. Неужели в твоей молодости подобного не было?» «Было, конечно. Танцплощадки были, но там мы танцевали исключительно вальс. Это было так красиво, не то что ваши дрыгалки сейчас. Наверное, и вальс-то уже никто танцевать не умеет». Алина ничего не стала отвечать, иначе этот разговор бы затянулся надолго. Она поблагодарила за ужин, закрылась в комнате, чтобы позвонить подруге и пожаловаться на очередные нравоучения в ее адрес. «Тебе однозначно надо кого-нибудь найти, чтобы и тебе подходил, да к тому же был богатым и образованным», – решила поддержать подругу Настю. «И где такого сказочного героя искать?» «Нет, Настюш, мои никак не поймут, что все эти качества в одном человеке – их личная фантазия. На самом же деле есть что-то одно. Например, есть богатство, но нет ума, да к тому же жадный. Или умный, разносторонний, но нехваткий, который просто плывет по течению, как сама знаешь что». «Ты права, конечно, Алин. Надо, значит, поискать что-то среднее». «В конце концов, давить на возраст. Тебе же бабушка часто напоминает, что тебе 26 уже. Вот и сделай этот ее укор своим оружием». Алина вздохнула. Что-то средненькое тоже еще найти надо. «Вот надо было тебе на семинар ехать в этот раз. Вот того мужика с поезда, помнишь? С которым я ехала. Вот он, разносторонний, да еще как. Столько историй нам рассказывал. Поддерживал разговор на любые темы, но не богат, увы. У него дом в деревне есть, рыбалку любит, отдых на природе. Мне кажется, он тебе подойдет. Точнее, твоим родным». Девушки рассмеялись. «Вот ведь идиотизм, да?» – продолжила Алина. «Выбираем жениха, чтобы угодить маме с бабушкой. Как будто им с ним жить». «Ладно, Настюш, спасибо, что выслушала. Димке привет». Уже третий день Павлу не давала покоя эта встреча на перроне. Возник какой-то мальчишерский азарт довести дело до конца. Вот только до какого конца? Он и сам не понимал. Да, тогда в клубе он захотел обладать ею, но она ускользнула. А сейчас что им движет? Неужели сексуальное желание? – спрашивал он сам себя и тут же опровергал это. Нет, он просто хотел, чтобы она узнала его. Чтобы знала, что тот поцелуй она подарила ему. «Хотя, может, она и не вспомнит конкретно этот поцелуй», – размышлял про себя Павел. «Может, она вообще там завсегдатая посетительница и целуется со всеми подряд. И не только целуется. Хотя вряд ли. Если бы она часто туда ходила, он бы точно ее заметил. Да и подруга ее вполне себе нормальная и приятная девушка. Вряд ли бы она дружила с какой-нибудь бесшабашной. Хотя кто их знает? Вон Марина с Ларисой как-то спелись же. Он еще долго спорил сам с собой, но в итоге решил, что встреча быть. И выйдет он на таинственную незнакомку через ее подругу. Закончив разговор с Алиной, Настя не успела убрать телефон, как вновь раздался звонок. «Анастасия, здравствуйте, это Павел. Помните, в поезде?» «Да, конечно, помню. Добрый вечер». Повисла пауза. Павлу были по плечу любые разговоры, даже самые неприятные, но тут он растерялся. «Мне помощь ваша нужна, как юриста. Хотел бы проконсультироваться». «Да, без проблем. Говорите, в чем проблема?» «А можно не по телефону? Сейчас уже поздно, а разговор длинный. У вас будет возможность завтра встретиться где-нибудь в кафе. Да, я знаю, вы говорили, что у вас есть парень. Приходите вместе с ним без проблем. У меня действительно интерес к вам, как к профессионалу. Ваша услуга в виде совета будет оплачена. Даже не сомневайтесь». Павел решил сразу убрать все возражения, чтобы девушка не испугалась. «Да, хорошо. Давайте завтра созвонимся, время обговорим. А парень мой все поймет, он у меня замечательный». Полночи Павел думал, как бы построить разговор так, чтобы привлечь ко всей этой ситуации ее подругу. Разрабатывал различные варианты. А потом решил не врать Насте, а взять ее в союзники, рассказав правду. Почему-то он был уверен, что она не откажет. Она не отказала. Пока он признавался ей во всем, рассказывая все в подробностях, она лишь улыбалась. «Вот поэтому я и хотел бы с ней встретиться. Ну, должна же она знать, с кем целовалась в том клубе». Павел посмотрел на девушку, ожидая ее согласия. «Вот это история. Нарочно и не придумаешь. Познакомить-то вас не проблема, только дальше-то что? Вы поймите, Алина моя близкая подруга. Она мне дорога. Я бы не хотела, чтобы она потом страдала». «Это я вам гарантирую. Никаких страданий. Да и какие могут быть страдания, ведь просто встретимся, пообщаемся, посмеемся над этой историей. Вы просто помогите мне все организовать». «Хорошо. Я согласна. Надо подумать, как все обыграть». «Думаю, это проще простого. Просто пригласите ее посидеть в кафе. Вы придете с ней, а я с вашим Димой. Ну, если вы нас познакомите». «Ну, раз такой разговор. Давай тогда лучше перейдем на ты, так проще». «Кстати, вот и Дима. Я попросила забрать меня после нашей встречи. Вот сейчас еще раз познакомимся». «И все обсудим». «Насть, ну чего я буду вам мешать? Вдвоем лучше с Димкой посидите». Алина не хотела идти в кафе, выражая свое недовольство тем, что будет там третий и лишний. «Так, прекрати ныть. Раз зову, значит, будешь не лишний». Тянула за собой подругу Настя. «Посидим, пообщаемся спокойно. Завтра выходной». В кафе их уже ждали. Алина с трудом узнала в мужчине, сидевшем рядом с Димой, того бородатого мужика с вокзала. Сейчас ее смутил не только деловой костюм и чисто выбритое лицо, но и аромат. Где-то она его уже слышала. А через пять минут все посетители в кафе оборачивались в сторону компании, которая громко смеялась на весь зал. «Вы извините меня, Павел, за мое поведение в клубе, вела себя как дура». «Я с твоими друзьями на «ты», давай с тобой по-простому, ладно?» «И ты не дура. На самом деле ты очень красивая. Ты когда убежала, я искал тебя, но даже туфельки не нашел». Все опять засмеялись, поняв намек Павла. Они сидели еще очень долго до самого закрытия. Павел действительно оказался интересным рассказчиком. Подруги переглядывались, и только им двоим были понятны их взгляды друг к другу. Алина соглашалась с теми словами подруги, что в Павле действительно есть много положительных качеств. Ну и что, что не богат. Зато какой интересный собеседник. С ним точно никогда не будет скучно. Вот бы я ему понравилась, думала про себя Алина. А Настя взглядом отвечала. «Ну вот видишь, я же тебе говорила, что он классный». Он пошел ее провожать. Какое-то время они шли молча. Так весело было в компании, а оставшись наедине, оба смутились. «Идти еще далеко, я лучше такси вызову», сказала Алина, остановившись. «Давай еще немного прогуляемся. Или ты устала?» «Не устала. Думала наоборот, тебе некомфортно». Павел улыбнулся. «Не сочти это за фальш, но мне рядом с тобой комфортно». «Очень комфортно». Он снял свой пиджак и накинул ей на плечи. Ее окутал знакомый и приятный аромат его парфюма. «Ты согласишься на свидание со мной?» – спросил Павел. Теперь улыбнулась Алина. «Мне с тобой тоже очень комфортно, Паш. Поэтому да, соглашусь». Они встретились на следующий день, а потом еще и еще. Алина звонила подруге каждый вечер, рассказывая в подробностях о своих свиданиях, делясь счастьем. И подруга разделяла ее счастье, искренне радуясь вместе с ней. А уже через пару недель на очередном свидании он признался ей в любви. Алина не смогла сдержать слез. «Я хочу познакомиться с твоими родными», – заявил Павел. «Хочу, чтобы они знали, что у меня серьезные намерения». Алина погрустнела. «Я что-то не так сказал? Почему ты расстроилась?» Павел был обескуражен реакцией девушки. «Да нет, все нормально, просто они у меня специфические». И Алина рассказала Павлу все не тая. «Вот такие у них высокие требования к моему спутнику, чтобы был образованным, разносторонним и с хорошей должностью. Но мне не важно, что ты не богат, Паш. Если они будут против, я все равно буду с тобой». Павел нежно обнял девушку и, улыбаясь, сказал. «Думаю, нет, даже уверен, что твои бабушка и мама одобрят меня, как твоего парня». «Ой, вряд ли. Если бы ты знал, так вот я и предлагаю узнать. А чтобы знакомство было нестандартным, нужно придумать, как затащить их в клуб, где мы с тобой познакомились». В клуб? Ты с ума сошел? Да бабушка считает все эти клубы сборищем сатанистов. Нет, затащить туда бабушку будет невозможно даже под дулом пистолета. Да и маму тоже. Она всегда потакает всем капризом бабушки. И все-таки я настаиваю. Именно клуб. Я узнал, что в следующую субботу там как раз ретро-вечеринка намечается. Им должно понравиться. Алин, ну, придумай что-нибудь. У меня есть кое-какая задумка, чтобы очаровать твоих родных. Алина вздохнула. Ну, ради тебя я попробую, но не обещаю. Реакция ее родных на заявление сходить вместе в клуб была ожидаемой. Сначала бабушка и мама некоторое время молча смотрели на нее, видимо убеждаясь, что та не сошла с ума. А потом обе рассмеялись, высказав вслух, что она сумасшедшая. Бабуль, мам, ну, пойдемте сходим, а? Клуб это не то, что вы думаете на самом деле. Там ретро-вечеринка будет. А это знаете, что такое? Она поймала заинтересованный взгляд бабушки и продолжала. Это значит, что там можно найти спутника, чтобы станцевать вальс. Бабушка удивленно вскинула брови. Да-да, продолжала девушка, чувствуя, что попала в самую точку. Заодно, может, и мне подходящую партию подыщете? Алина подмигнула им. Женщины молчали. Ну, пойдемте. Вы же не одни пойдете, а со мной. Но сто лет уже никуда не выходили. Платья вон у вас какие красивые, в шкафу висят пылятся. Надо их выгулить. И девушка опять попала, потому как увидела, как заблестели глаза у мамы. Ну, а что, мам, может, действительно, давай сходим, посмотрим, что это за клуб? Алина удивилась храбрости своей матери, когда та обратилась к бабушке и благодарно улыбнулась ей. Не знаю, музыка эта грохочущая, пьянь всякая, сопротивлялась бабушка. Ну, какая пьянь, бабуль, там таких нет вообще. А если и появляются, охрана их выводит. За порядком там следят. Да и музыка, говорю ж тебе, будет ретро. Тебе понравится. Под умоляющими взглядами дочери и внучки бабушка сдалась. И все побежали подбирать подходящие наряды на предстоящую ретро-вечеринку. Настя с Димой также были приглашены в клуб в качестве поддержки. Поэтому, подъезжая к клубу, Алина искала их глазами. Она очень боялась, что бабушка возле самого входа развернется обратно, поэтому поддержка бы ей пригодилась. С Павлом они договорились встретиться внутри. Настя с Димой действительно были у входа. И Алина вздохнула с облегчением. Из клуба доносилась песня «Мои года, мое богатство». Алина увидела, как бабушка подпевает знакомые слова, поднимаясь ко входу, и вновь вздохнула с облегчением. И бабушка, и мама в этот вечер были просто красавицами. Разглядывая их, Алина очень жалела, что не выходила с ними раньше никуда. Хотя бы в театр надо было их водить. Они уже давно туда не ходили. Мама так светится, даже помолодела. Павел сидел за столиком и ждал прихода всех приглашенных. Многие уже пришли. Вон тетя Глаша с подругами разглядывают помещение и о чем-то хихикают. Вон дядя Толя с тетей Ниной о чем-то шепчутся и смеются. Вон его поставщики, с которыми он давно уже сработался. Он снял весь зал и пригласил сюда только тех, кого любил и доверял. А еще он расклеил объявления по своему и соседним домам с приглашением всех желающих прийти на ретро-вечеринку. И народу пришло достаточно, чего он и хотел. К нему подошла тетя Глаша с подругами и, кокетливо смеясь, спросили. Молодой человек, вы один? Скучаете? Может, познакомимся? И хором рассмеялись. Нет, девушки, подыгрываем, улыбаясь, ответил Павел. Я невесту жду. Тетя Глаша крепко обняла его и тихонько сказала. Я рада за вас, Павел Анатольевич. Очень рада. Наконец-то вошли те, кого он ждал больше всего. Он пошел им навстречу и сходу пригласил бабушку на танец. Бабушка начала отнекиваться, но Павел щелкнул пальцем и заиграл вальс. Регина Петровна, раскрасневшись, приняла его приглашение. Алина наблюдала за ними, не скрывая слез. У мамы тоже глаза блестели. Они стояли обнявшись, наблюдая, как бабушка счастливо улыбается, кружась в вальсе под восхищенные взгляды всех присутствующих. Следующая на очереди была мама, которая также сначала отнекивалась, а потом с удовольствием отдалась ритмам волнующего танца. После окончания танца Павел подвел маму к столу, где сидели Алина, ее бабушка и Настя с Димой. Мне было приятно танцевать с вами, девушки. Но, простите мою оплошность, я не представился. Я Юрский Павел Анатольевич, по профессии архитектор и я люблю вашу Алину. Юрский? Бабушка удивленно посмотрела сначала на Павла, потом на всех присутствующих. Тот самый Юрский? Ведеевский замок, это вы? Павел утвердительно кивнул. Повисло молчание. Фамилия Юрский была на слуху. Время от времени она мелькала в строках новостных газет. Но чтобы тот самый Юрский сейчас перед ними? Никто не мог поверить. А Павел повторил. Я люблю вашу Алину. Люблю так сильно, что прошу у вас ее руки. С этими словами он встал на одно колено и достал футляр с колечком. Получив согласие от родных, он посмотрел на Алину. Она плакала. Она опустилась рядом с ним на колени и чуть слышно произнесла. Да. После слез, сбивчивых разговоров, объятий все переключились на танцы под любимые песни старшего поколения. Бабушка танцевала с разными кавалерами. Мама тоже. Павел, Алина, Настя и Дима сначала сидели за столиком и бурно обсуждали предстоящую свадьбу. А наговорившись, они присоединились к танцующим, которые с удовольствием стали учить молодежь танцам былых времен.